Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Рамаз Дзнеладзе, более известный в криминальных кругах как Рамаз Кутаиский. У такого грузина, как Рамаз Дзнеладзе, также известного в криминальном мире под именем Рамаза Кутаиского, пожалуй не самая оригинальная, по меркам воровского сообщества биография, но уж точно не тривиальная его история, связанная с самим статусом вора в законе. Однако обо всем по порядку. Из официальных источников известно, что родился Рамаз Нодаревич Дзнеладзе в городе Кутаиси, что по этническому происхождению он грузин и что произошло его появление на свет 25 февраля 1962 года. Однако о том, кем были его родители, как прошли его детские годы и пролетела юность, нет никакой информации вероятно, сам Рамаз не особенно любит распространяться на эту тему. Неизвестно даже то, когда и при каких обстоятельствах Рамаз Кутаиский ступил на путь криминальных деяний. Рамаз Кутаиский. Наиболее ранее подтвержденная информация, связанная с этим человеком, относится лишь к середине 1990-х. В 1995 году Рамаз Дзнеладзе отбывал тюремный срок в знаменитой московской тюрьме Бутырки, и уже тогда он пребывал в статусе вора в законе. Интересно, что несмотря на то, что в открытый доступ так и не попала информация о дате коронации Рамаза Кутаиского и о том, кто стал его крестным отцом, сам факт получения воровской короны никогда не оспаривался в криминальных кругах до момента раскоронации, но об этом чуть позже. С начала нулевых годов Рамаз Кутаиский был близок к группировке грузинских законников, хотя на тот момент он уже покинул Кутаиси, живя и занимаясь преступной деятельностью в Москве. Там он поддержал Тариэла Аняни, главного оппонента тогдашнего короля воровского мира Деда Хасана, когда в криминальном сообществе назрел конфликт группировок. Также он поддерживал в тот период еще одного земляка, также не ладившего с Асланом Усаяном, Батрика Гуашвили. Основной преступной специализацией Рамаза Дзниладзе было курирование организованной преступной группировки, которая занималась квартирными кражами и мелким уличным воровством, таких воров называют барсеточниками. Лишение статуса вора в законе. В 2008 году был поднят вопрос о том, что Рамаз Кутаиский не вправе больше носить воровскую корону, и итогом последующей сходки было то, что Дзниладзе лишили почетного титула. Произошло это в 2009 году в тюрьме Матросская тишина. Тут следует прояснить ряд подробностей. Дело в том, что претензии к Рамазу выдвинул уважаемый и известный вор Слава Япончик, он же Вячеслав Иваньков. Основание к лишению титула, которое он озвучил, это растрата финансов из воровского общака, весьма серьезное обвинение. И злоупотребление наркотическими веществами, не то чтобы категорически недопустимое, но не придающее вору уважение обстоятельства. С требованием Япончика о раскоронации, согласились такие известные воры, как Пичуга, Коба, Асатрян-старший, Джека и другие, но не всем в воровском мире это событие было на руку. Группировки кутаиских законников, весьма не кстати оказалось выведение из игры, такого влиятельного вора. И вполне возможно, что вопрос о возвращении титула был бы поднят еще раньше, забегая вперед скажем, что рамаза кутаиского, все же восстановили в 2015 году. Но случилось так, что Слава Япончик погиб. По традициям криминального мира смерть вора, предъявлявшего претензии другому вору, означает нерушимость этих претензий, так как живой мертвому, уже ничего не докажет. Конечно эти давние понятия, уже несколько устарели к тому моменту, но все же смерть Япончика, существенно осложнила вопрос возвращения титула. В итоге, не считаясь вором в законе и не принимая участия в сходках, рамаз кутаиский провел две своих ходки, один срок заключения, начиная с 2008 года, второй начиная с 2011, но о них позже. Восстановление в статусе законника. А в 2015 году случилось весьма занятное событие. Рамаз Дзниладзе тогда отбывал срок заключения, и переводился из одного СИЗО в другое в частности, из Балашова на зону в республике Татарстан. Так вот в Балашове рамаза коронованным вором никто не считал. А вот в Татарстане он зашел на хату так, как полагается признанному законнику, хотя на тот момент не было никакой информации о его восстановлении в статусе. Разъяснения поступили спустя недолгое время от вора, в законе циркача на тот момент циркач, Олег Пирогов, был куратором по Удмуртии. Напрямую с рамазом кутаиским, он связан не был и явно не принимал на его счет, никакого личного решения, да и сходки по вопросу рамаза не состоялось. Поэтому тем более удивительным, оказался пришедший спустя сутки после запроса ответ циркача о том, что кутаискому действительно вернули его титул. В связи со всеми этими странными обстоятельствами, решение о возвращении статуса законника Рамазу Дзниладзе, приписали Шакра молодому, в 2015 году он был наиболее влиятельным и способным на единолично принятые решения вором, а циркач был в некотором смысле его подчиненным. Рамаз Дзниладзе. Точной и полной информации обо всех задержаниях и тюремных сроках рамаза кутаиского нет. Известно лишь, что в середине 90-х он пребывал в Бутырке. В 2001 и 2006 году он был задержан, но не понес наказание. А вот к 2008 году относится история задержания и судебного процесса над Рамазом Дзниладзе, которая имела огласку даже в средствах массовой информации, не в последнюю очередь из-за эпатажного поведения вора. Летом того года Рамаз направлялся из Москвы в Сочи, где должна была состояться крупная воровская сходка. О сходке узнали заранее правоохранительные органы и устроили облаву на предполагаемых участников. Среди таковых оказался и Рамаз Дзниладзе его задержали на Казанском вокзале и обнаружили при нем наркотики, что и послужило поводом к началу судебного процесса. Тогда его приговорили к крупному штрафу и семи годам лишения свободы, но под арестом он пробыл всего год. Дело в том, что адвокаты подсудимого решили ради смягчения участи своего клиента сфабриковать медицинские справки о том, что Рамаз якобы болен раком. Конечно, это было не так, и экспертиза признала законника здоровым, однако за решеткой он в тот раз не засиделся. А следующий длительный срок Рамаза Кутаиского начался в 2011 году. Его снова задержали с наркотиками, несколькими граммами кокаина, да еще и с фальшивым паспортом на имя азербайджанского гражданина. На этот раз он получил семилетний срок, который отсидел от звонка до звонка, выйдя лишь в 2018 году. Интересно, что выйдя из колонии в Удмуртии, он сразу получил требование покинуть территорию РФ, как негражданин России. Тогда, в 2011 году, его задержали в Москве как лицо, не имеющее определенного места жительства. Прямо из колонии он попал в приемник для нелегальных мигрантов, откуда предположительно отбыл в Грузию. На данный момент Рамаз Кутаиский находится на свободе. Также известно, что он женат и имеет детей.